35 очерков, 35 историй, за которыми судьба ни одного человека, а трагедия семьи. Воспоминания родственников, бабушки и дедушки, которых стали жертвами политических репрессий, лекли в основу книги «Мы из 20 века». Дедушку, значит, раскулачили и выселили с четырьмя детьми. Маленькому ребенку было вообще три годика, не позволили взять ничего, и он уехал своей семьей. Дедушка, бабушка, четверо детей, и вместе с ними поехал дедушкин брат. Дедушкин брат, он служил в царской армии, он не был женат. В общем-то, он жил в семье брата. Он мог бы не ехать с ним туда, на Урал, куда их повезли, в Магнитогорск. Он мог бы остаться, но тем не менее, он решил разделить судьбу брата. Множество фотографий из семейных архивов, фотодокументов из личных дел репрессированных. А еще детские рисунки. Это работы воспитанников первой художественной школы. Валерию Спиридонову поразила история расстрела священника. Это и легло в основу ее картины. Из Фиропонтового монастыря арестовали всех служивших. Их привезли за Череповец на холмы, и там расстреляли. История сама, можно сказать, даже волшебная, потому что священник, когда начался расстрел, поднял руки к небу, то есть к Богу, и начал молиться не только за тех, кого расстреливали, и за тех, кто расстреливал. Вместе со второй частью книги был выпущен и список политически репрессированных Череповецкого района. Оленичев Григорий Ильич арестован 15 августа 1937 года, расстрелян через 20 дней. Оленичев Григорий Пантелеевич арестован 26 августа 1937 года, расстрелян через месяц. Таких судеб в списке политически репрессированных по Череповецкому краю 1888. Кто-то скажет, зачем вырошить прошлое, зачем поколению нынешнему знать о страшных страницах истории. Но авторы книги уверены, это надо помнить, чтобы подобное не повторилось в будущем. Самое страшное не в том, что большевики были хитрые Ленин Старовским, а в том, что народ-то поддержал, поддержал и стали жить по другим правилам. Наталья Солженицына, известная вам не надо представлять, фразу, по-моему, правильно сказала, готова подписаться. Только честная история может сплотить нацию. По знанию и осознанию истории своей страны, города, семьи, кому-то помогут и эти строки, написанные братом репрессированного Всеволода Трофимова Александром, на руках которого осталось четверо племянников. Любимому бы мужу терпение он послал, чтоб по ее бы смерти поменьше горевал, простил бы за обиды гонителям в те дни, не ведали сами, что сделали они, оставили сироткам, малюточкам детей, заставили век плакать об участи своей. Светлана Валивач, Сергей Павлов, Новости.